Всем добрый вечер или возможно доброго дня. С вами Пётр Андреев, Никита Петров и мы продолжаем комментировать матч администрации Феникса против участников группы и разыгран Гамбит Мора, вариант с Д5. По большому секрету скажу, что мы с Артёмом ожидали этого варианта. Артём готовился к нему и, насколько я знаю, Андрей тут играет и Конь Ф6 и Ферзь Д5. Ну, непонятно, какой из этих ходов сильнее. По-моему, уравнения нет ни в том, ни в другом случае. Да, Артём настолько дотошен, что он даже к перевыгинам готовился, хотя у него рейд на 500 пунктов больше, чем к перевыгину. Конь Ф6 проигрывает. Конь Ф3 и Д5. 1-0. Да. Я надеюсь, что всё-таки какая-то борьба будет в этой партии. Ну, кстати, заметим, что у Андрея рейтинг выше, чем у Артёма. Потому что... Да, но ни у кого, кроме Артёма, вообще в мыслях не было готовиться к этому матчу. Так что это не может помнить. Нет, я готовился к Рейли. Я был уверен, что встретиться опять этот вариант из финала. Я его посмотрю. Нет, но Никита профессиональный шипматист, и он не может не готовиться, а все остальные любители. И, я думаю, разум перевыгин вообще, даже если бы мы сказали нам за что. Он бывает страшная, кстати, неточность, и теперь перевеса нет вообще. А Д5 выигрывал. Да. Ну, слава богу, Артём не понял. Или, может быть... Не знаю. Мы должны болеть за своих. Как так? Может быть, как Кирилл накидывает 60 минут, 60 секунд каждый раз, так и Артём слом Б5 накидывает. Слом же 5. Красиво. Я думаю, он просто недооценил Д5, если честно. Слом на Б5 стоит ужасно, и, видимо, придется его переводить на Д3 в какой-то момент. Ну, Артём и другие. Ну, вот, не понимаю я позиции с изоляторами. Либо это, типа, только моя проблема, либо вообще проблема любителей. Не знаю. Не, ну, Артём, видимо, тоже их не понимает, потому что в игре 4 и ход объяснить тяжело. Ну, Артём вообще тяжело объяснить, а что так инвестировал. Хотя... Ну, какой-то смысл есть, да, КНЕ5? Достаточно самобыдно он играет. Ты атаку сказал. Понятно. Ну, вот КНЕ5. Не, ну, раз уж пошёл ФКЗ-4, КНЕ5 надо было играть. Может быть, какой-то, действительно, в этом смысл есть. КНЕ5 я тоже считал. Правда, к разминку какой-то лучше успешка на Е5, чем на З4, да? Ну, дело в том, что там в черном очень неудобно... Чёрт, если КНЕ5 ДЕ, то как ходить черном? КНЕ5? КНЕ5... Конь бьёт Д5. Или слон бьёт Ж5, слон бьёт Д7, феркс Д7, КНЕ7 в шах. Да. То есть придётся брать на Д5, а это плохая структура. То есть КНЕ5 вообще, наверное, не ждать. Ну, может вообще ЛДЕЦ8 пойти. То есть всё-таки КНЕ8 может быть? Там КНЕ7 у него ползает? Да нет, ну это конечно… …слишком. Во-первых Беллые а могут убрать структура с Ж5. Все фигуры черные цены не нужны. Ну да, но если по темпам срочно составится... Не, там ничего не составится. Там ЛДЕДЕЭ privatiscept Da. КНЕ5 ДЕ ключевом� gradeiscept D8 asset, ЛДЕairssoft. Не, а там почему отдаём? Та же в конце на Д4, повесни. Да. Ну, может быть, белым тоже надо 2-0 просто сыграть? Не буду, что я. Ну, думаю, вероятность 55%. Нет, вообще. Вероятность 100%, ибо факт уже свершился. 100%. Хотя... Может быть, параллельно к цилиндрам? Да. Ладно. Я думаю, что это не то, что от нас ждут. Честно, наши зрители. Да ладно. Да. Так, а если по позициям? Ну... Как ни странно, вот этими ходами поддавил чуть-чуть Артём. Ну, напряжение держит. У вас в Д3, там на Д4 и всё. Не, ну... Большого привезда, конечно, нет тут у белых. Но... Всё-таки пешки слабые. А это типичная структура, они на самом деле не слабые. Мне кажется, играм два результата здесь, нет? На... Один. Нет. Ну, почему? Ладяты один, ладятцы один. Ну, в классику было бы на один. У серьёзных шахматистов. Это точно. Ну, да ладно. Да. Позиций уже очень... Это очень типичная структура для всех вот этих... Например, для принятого Ферзя с изолятором. Чёрные, если им удается поменять сла... Обычно сла на С6 на коня на Е5 меняют как раз. И получается вот такая структура. И за счёт поля Д5 у чёрных обычно полная контурыгра. А если бы у меня сла на коня сейчас? Вот мне кажется, стоит это рассмотреть как шанс всё-таки разбалансировать позицию слегка. А если бы Белый играл Корякина, а чёрный Карлана, Корякин бы согласился с ним ещё? Корякин бы всегда согласился. Корякин играет только хорошие позиции на победу. Да. Такие сомнительные... С лишним ферзём желательно. Ну ладно, надо брать на Ф6 и конь Е4 играть на сла на Ф6, действительно. На Ф6 это тонкий момент. Может быть ещё этот момент не упущен, кстати. Хотя, не знаю. Ну сейчас просто ладья Ф на Д8. Да ладно, но на Д4 если чёрный не надавит, то тогда точно ничего. Ну чёрный надавит на Д4, а Белый надавит на С6. Эти пешки либо поменяются, либо обе стороны уткнутся в эти свои пешки и будут их защищать. Но, понимаешь, мы не можем серьёзно здесь предсказывать результат. Просто ты не видел матч, например, Артёма с Кулиевым, Ульмаром. Там у Ульмара было четыре лишние пешки, владельники. Партия закончилась победой Артёма. То есть мы... Кстати, какая-то идея конь Е4, извини, что пребываю. Какая-то конь Е4, может быть, коня на слона поменять? Ну, тоже, видимо, ничего не даёт. То есть конь Д4, слон Е7, ладья Е8 было бы. Ну да, но теперь у нас слон, мы как-то по черным полям бегаем. Когда слон уйдёт куда-то на С5, чёрные уберут фреза на Б7, а потом коня через А6 на Д5 переведут. Ну, может, как Динамка, нет. Ну, не знаю, мне с трудом берется. Я просто очень, видимо, предвзято отношусь к этим позициям, потому что я всегда считаю, что они абсолютно... Это абсолютно дохлый район. А ты никогда здесь не проигрывал просто чёрными? Или не выигрывал белыми? Нет. Я выигрывал чёрными в таких структурах. Ну, всё, право уже снимается. Видео, когда соперник со скуки умирал. Ты и правда думаешь, что именно белые на победу играют, то есть белые из позиции силы играют? На самом деле нет, на самом деле черные из позиции силы играют. Меня смущает, блин. Но, по-моему, Артём не слишком... Вот Артём не слишком как бы жёстко играет, он плавно играет. Ну, а как? Такие позиции... Резким действием не играть, Артём, по-моему, так не делает. Знаешь, Артём, в этой партии был ровно один момент, чтобы сыграть жёстко и выиграть. Он был на шестом... на шестом ходу. Д5, Слоны в шесть каких-то моментах. Сейчас уже чёрные подтянули силу, белые подтянули силу. Началась возня. Только она всегда начинается возня в этой структуре. Тут Артём ни при чём. Что он мог сделать? Что он мог сделать лучше? Он мог в Д5 пойти в дебюте, а после этого... Ну, я говорю, Слону в шесть, он уже говорит, да, тем лучше. А меня интересует вот такой момент. Почему чёрные отдают пешку на А6? Да, мне интересует... Почему белые не берут? Почему белые не берут? Ну, в общем, пошли странности, если честно. Да, это просто плавная игра. Шахматисты не борсируют события. Понятно. Ну, боксёры так медленно передвигаются. Это шерловесы. Даже не бьют, а так. Внимансы. Ну, я поспошёл бы сейчас Слон Е5 с белыми. Просто ход... Как бы... Напрячь. Теперь у него может стать неприятно. Не знаю, от чего, но просто... Ну, а какую здесь разумную идею завела? Так, и сейчас. Чётко на качестве. Слон Е5 навесить. Не знаю. Да, толку. Абсолютно никакого. Ну, здесь ни от какого хода нет толку. А3, потом вот взяться два, по линии ЦС 20. Зачем сдваиваться в эту пешку? Ну, белые могут... Белые могут усиливать позицию. Ну, мне кажется, что теперь у белых стратегических хуже может получиться против такого коня. Вот что на Слон Е5? Да, на... А, на 2 нашли. На 2 опасно. А вот что на Слон Е5 задумано? На Слон Е5... Ферзь С5... Ферзь С5... Опасно. Ферзь С5... Ферзь С5... Ферзь А2 уже можно взять. Потому что... Может быть, я решил изолятор убрать? Да, но... Конь такой зверский. Ну, там Слон Д6 может. Конь Б7 выигрывает качество. Да, согласен. Итак, момент истины. Ес! Найдено! Что вообще происходило в этой партии? Кто-нибудь не объяснит нормально? Вчера была такая же партия, только в 100 раз быстрее. И там... Блин, ух... Я просто поплыл. Я не смог комментировать. Ну, хорошо. Надо брать. Надо 8 просто. Да. Но Кирилл бы не взял бы. Ес! Пробка началась. Ес! Ну, возьму это... Артём... Артём как Кличко. Он уживает. Не знаю. Я не смотрел Кличко. Ну, ладно, здесь всё понятно. Нам... Лишнее качество и древнюю теперь рост по времени. Да. Я не верю в шансы ещё. Или... Всё-таки Конь и Слон могут. Конь... Слон и Андрей. Вот это... Конь, Слон и Андрей. Понятно. Конь Е7 лучше было пойти. Хотя... Не знаю. Вот, видишь, уже началась пляска. Правда, Конь Е2 и дальше некуда уйти. А, хотя Андрей 4. Ну, ладья висит в первую очередь. Да. Я не знаю. Может быть, лучше на F1 её выпрать, чтобы понадёжнее. Да. Я, кстати, много ходов таких видел в твоём исполнении. Ну, это в Блиц очень часто сильно. Потому что тренинг теряет ориентир на несколько ходов. То есть, как бы, не к чему привязаться. Да. Не только в моём исполнении. Ну, тут уже, буквально, заставляет его убрать целотюд на F1. Хотя на 1 даже можно. На 1 опасно, под слона. Ладья 1, там, как-то слон бьёт. А... Этой ладью я имел в виду? Нет. Я тоже имел в виду. Когда обсуждал друг с другой ладью. Ну, что-то какая-то появилась в контрагога, да? Я не знаю. Конь слон Андрей, ориентиры есть. Конь оскакивает куда-то. Да, надо бы белым понадёжнее сыграть как-то. Может, король даже 1 просто. Да. Ну что, уже начинают удары. Какие-то тактические напрыги в руку. Артём должен справиться, конечно, с таким F1. Да, на Андрея состоит в группе радостных шахматов. Топчестную информацию посмотрю. В группе команде. Ага. И что? Ну вот сейчас такие позиции, это его комяк. Ставлю на Андрея. Я тоже как бы состою в группе радостных шахматистов. Принимаешь ставку? Ставлю сотку на Андрея. На победу чёрных? Да. Ну конечно. Я ставлю сотку, потому что чёрные не победят. Спринт. Да. Надеюсь, что Артём... О боже. Комментации на Андрея плюс бы такие ставки ставлю. Я рискую остаться без денег после хода вроде B4. Нас уволит Феникс. Не, ну король H1, по идее Артём, ну что ж такое? 20 секунд. Я по шты пошёл на автомате. От всех шахов, король H1. О боже. Так. Ну ничего не делаешь. Ну наверное, не знаю, всё равно это страшно. Так, ладья E на D1 надо пойти. Хорошо, так тоже можно. Так, началась рутка на последних секундах. Это. насковачу прос Gracчно. Против коня то неудобно. Ну какая ничья? Ну какая Андрюша но... Что ты делаешь внедратор? В прямом эфире, один из ваших комментаторов задолжал другому, Блин,ну что радостнычакны! Радостны! Это радостно?! Кстати, у белых реально большого принцата уже не осталось. Потому что вот если пешки в Рейцей поменяются, то как ты на одной фланге пробьешь? Да блин, ну были там возможности? Ну как под круг? В какой-то момент... Артем боится за команду и за мои 100 рублей. Артем молодец. С вами были Петр Андреев, Никита Петров. Вставайся. Вставайся.